Вместо традиционного бала пикник на свежем воздухе. Свой необычный выпускной отметили воспитанники двух детских домов. Шаг во взрослую жизнь сделали 11 ребят. Необычный выпускной на природе стал незабываемым событием в жизни воспитанников детских домов. Ведь, как говорят сами ребята, в детдоме запоминается первый и последний день пребывания. В этом году во взрослую жизнь шагнули 11 воспитанников двух детских домов Ярославля и села Великая. Анна Разумовская в детдоме провела без малого 10 лет. Самостоятельная жизнь первое время давалась с трудом. Сначала вообще скучаешь и по ребятам, по детскому дому, и также по воспитателю, по начальству. Но потом привыкаешь, входишь в гости. Но все равно ощущаешь себя одной как бы. У каждого из них своя история, свои увлечения и планы на будущее. Александр Сесин, например, готов освоить профессию режиссера монтажа и стать нашим коллегой. Сняли фильм про 9 мая, стали забывать то, что ветераны сделали для нас. Ездили к ветеранам, брали у них интервью. Идейный вдохновитель праздника Евгения Менькова. Девушка сама 7 лет прожила в детском доме в Севастополе. Еще тогда решила, в будущем будет помогать детям-сиротам. Дети не знают, что это, какой мир за воротами детского дома. Они не знают, что он немного злой, немного дерзкий. Где-то предают, где-то обижают. Я бы хотела, чтобы они оставались добрыми, верили в добро. И просто были хорошими, нормальными людьми. Без поддержки эти дети не останутся и после окончания воспитательного учреждения. До 23 лет могут они бесплатно учиться во всех заведениях России. И мы стараемся их уговорить, чтобы они по максимуму могли воспользоваться данной услугой. Ну и надо сказать, что дети не остаются без попечения. И после 18 лет работает специальная служба поддержки при департаменте образования, которая следит и помогает им в дальнейшей жизни. Пока! Денис Муравьев, Игорь Морщаков, Вести, Ярославль.